Если до этого я рассказывал о вполне знаменитых франчайзах, то об этой игре я уверен мало кто слышал, но о число игравших нью-йорскоговорящих игроков я вообще уверен стремиться к единице. В общем, это история о моем первом хоррор-игровом опыте, игре Harvester. С чем у вас ассоциируется слово Harvester? Command & Conquer, Harvest Moon, Duna? Когда я впервые ее увидел, то подумал, что эта игра как-то связана с Red Alert, а точнее, была квестом по той же вселенной, вот и попросил, чтобы мне ее купили. Как-никак, на задней обложке была военная база, ядерные боеголовки, и все это с графикой, напоминающей ролики в Red Alert. Вот так заветная коробочка с диском и попала ко мне в руки. К сожалению, воспоминания об этой игре очень смутные, как будто мой разум пытался затереть весь тот ужас, что 8-летний я наблюдал на экране, поэтому расскажу в общих деталях. Во-первых, игра обладала достаточно... своеобразным чувством юмора. Пластиковые растения, геи-пожарники, мастурбирующий старикан-охранник, учительница, бьющая детей бейсбольной битой, и у ребенка из глаз вылазят пчелы... Ээээээ... что? Во-вторых, игрок мог убить практически любого НПК, даже ребенка, кроме вот этого маленького засранца, который таскает с собой пистолет. Как много игр вы можете назвать, где игрок мог убивать детей? Не демонов, не одержимых, а настоящих детей. В-третьих, игра не жалела игрока. Если вы убивали кого-то, бэм, электрический стул. Пошли не туда, тыш, дробь в голову. Тут речь не о том, что все хочет тебя убить, как в Кинг-Квесте, нет. Просто настолько жестоких сцен смерти главного героя я давно не встречал. Конечно, сейчас эти сцены выглядят... забавно, но тогда мне они казались жутко страшными и жестокими. Конечно, тогда я не смог пройти даже первую главу, так как игра была на английском языке. Но и того, что я успел увидеть, хватило, чтобы травматизировать свой детский разум на всю оставшуюся жизнь. Через некоторое время диск с игрой потерялся, но от мучений это меня не избавило. Мысли о Харвестере все время преследовали меня, и недавно переливающее через край любопытство все-таки заставило отрыть образ в интернете и узнать историю до конца. Да... Я бы ни за что не смог осилить эту игру ребенком. Ни за что. Невозможно, это даже к лучшему, ведь если в начале игра представляет из себя хоть и очень кровавый, но все-таки point-and-click adventure, то со второй половины игры я попал в двумерный Silent Hill. Если вдруг кто-то из вас захочет после этого видео ознакомиться с Харвестером, чтобы ощутить на себе все это, то можете смело тыкать на эту кнопку, потому что мы входим в зону спойлеров. Действие игры происходит в 50-х годах в мизерном американском городке под названием Харвест. Мы играем за 18-летнего парнишу, который одним утром проснулся с амнезией. Хм, как банально. К тому же, под ощущением, что он в этом городке слегка чужой, причем не только в пространственном, но и во временном смысле. Все люди вокруг кажутся ему чужими, даже собственная мать. При попытке заговорить на эту тему, главгероя обзывают шутником, ссылаясь на то, что это не первый его розыгрыш. Так делают все, кроме одной девушки. Его невесты, примерно того же возраста, у которой были те же симптомы, что и у него. К сожалению, ее за подобное поведение родители посадили под домашний арест, так что действовать игроку придется в одиночку. Чтобы найти хоть какие-то ответы на вопросы, главгерой решает вступить в секретный орден, который стоит во главе этого города. Прохождение церемонии посвящения и занимает первая половина игры. Сначала через шантаж мы добываем апелляцию на вход, потом начинаются наши тесты. Поцарапать машину, из-за чего ее хозяин уходит в Клинкспри. Украсть полотно у пожарников, нетрадиционной ориентации, из-за пропажи которого они убивают друг друга. Украсть лампу в парикмахерской вопрубке проводов, которой потом наступает ее хозяин и сгорает заживо. И поджечь бар матери-одиночки, которая так еле сводила с концы с концами. Последствием последнего поступка были два свисающих тела с веревки на месте пепелища с предсмертной запиской. Дааааа. Причем если мы этого не сделаем... Бам! Именно перед последним заданием я надолго остановился, так как почувствовал сильное отстранение от главного героя. Всем известно, что чтобы история, неважно в каком формате, будь то книга или фильм, хорошо рассказывалась, зритель, читатель или игрок должны сопереживать. Так вот, очень трудно сопереживать главному герою после такого поступка. Но, я должен был узнать, чем кончается эта история, и теперь мои руки запачканы кровью вымышленных компьютерных персонажей на всю оставшуюся жизнь. Ну и раз уж я заговорил на тему персонажей, зацените! Твоя мать не против инцеста, твой отец полумёртв от секса, а твой будущий отчим мало того, что подглядывает за вашими с будущей невестой любовными утехами в дырочку, так ещё и изнасиловал маленькую девочку и потом закопал на кладбище живой. Слава богу главгерой оказался рядом и спас её, чтобы потом обнаружить, что она... Кончается всё это тем, что в качестве ключа в общество нам дают позвоночник с черепом нашей невесты и хищник ста... Знаете, мне даже шутить не хочется на эту тему. И как только мы попадаем внутрь культа... Монстры. Кругом нас окружают монстры. Сначала мне показалось, что главгерой просто съехал с катушек и это очень интересный ход игры на тему подмены реальности в психотравматических ситуациях. Но потом я вспомнил о том, что убил семью, которой я больше всего симпатизировал пару минут назад и желание хвалить игру пропало сразу же. После того, как куча монстров у людей буквально разлетались мерзкий фарш под ударом моей косы, включая жителей города... Эээ... Эээ... Давайте я просто расскажу о концовке, которая всё наконец-то поставит на свои места, окей? В общем, оказывается, что всё это... Харвест. Это виртуальная реальность, в которой есть только два реальных человека. Ты и твоя невеста, которая, кстати говоря, всё это время была жива. И всё это подготовка тебя в качестве Харвестера, контролируемого правительством серийного убийцы. Подобные тебе Харвестеры уже давно создаются с целью решения проблемы перенаселения в мире недалёкого будущего. И в этот момент я захотел похвалить игру за её гениальность. Действительно, мне хотелось убить Отчима за то, что он сделал с той девчонкой. Я не испытывал отвращения, когда убивал шерифа, эту подкупную сволочь, закрывающую глаза на все преступления в этом городе. Я почувствовал облегчение, когда убил парня с телевидения, который сделал из убийства индейцев целое реалити-шоу. Большую часть людей внутри этого храма я убивал легко, как будто вместе с тем баром сгорела моя человечность. В общем, последний тест игрока — убить девушку. От него же зависит концовка игры. Не убиваем, за 30 секунд проживаем вместе с ней счастливую жизнь в виртуальной реальности, после чего нас отключают от машины. Убиваем, отправляемся на Клинг Сприп в туристическому городу, пока не ломается четвёртая стена, где мы видим парня, выглящего как главный герой, играющего в компьютерную игру под названием Харвестер, мать которого говорит о том, что жестокость в играх до добра не доведёт, и тут происходит зум-желдок парниша, играющего в игру, внутри которого оказывается откушенный палец? Ха? После небольшого исследования в интернете я выяснил, что эта игра была реакцией, ответом разработчиков на то, что общественность говорила, что компьютерные игры превращали геймеров в маньяков из-за насилия. Подобная тема проходит по всей игре. Игроку даются много моральных выборов, цель которых не столько получить ответ от игрока, сколько заставить его задуматься. К тому же то шоу по телевизору, где убивают индейцев, тоже в каком-то смысле связано с этой темой. Да ещё и концовка игры сделала её намного умнее и тупее одновременно. В общем, неожиданно где-то внутри меня возникло такое тёплое чувство просветления. Жаль только что ради этого чувства перед этим нам пришлось прокопаться через кучу этого. Ну что ж, по крайней мере этот призрак детства больше не будет меня преследовать. Но знаете, попутешествовать в страхе своего детства было занимательно. К тому же в своё время я отыгрался на своём брате с помощью Сайлент-Хилла. Удачного путешествия, бро. Что ж, на этом моя история подходит к концу. Теперь ваша очередь. Расскажите мне, были ли какие-нибудь моменты в играх, которые травмировали ваше детство. На этом у меня всё. С вами был Лазар, до встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok